Здравствуйте, уважаемые ученики. Начинаем сегодняшний урок. Тема нашего урока – уравнение с параметрами. И цели нашего урока – это узнать, что такое уравнение с параметрами и, конечно же, уметь их решать. Но для начала давайте вспомним просто, что такое уравнение. А для этого рассмотрим линейное уравнение, которое мы с вами еще умеем решать с пятого класса. Например, уравнение 2х-5 равен 7-х. Как решали мы с вами такие уравнения? Переменные закидываем в левую сторону, а числа в противоположную. Итак, минус х у нас перейдет сюда со знаком плюс х, а минус 5 вправо со знаком плюс 5. И что получится? А получится 3х равен 12. Ну и, конечно же, чтобы найти просто х, 12 поделим на 3. И ответ получится 4. А теперь уравнение с параметрами. Задумаемся над этим словом – параметр. Вы в жизни используете это слово. Например, параметры экрана 16 к 9. Или для того, чтобы залить видео в Инстаграм, вы должны вырезать видео с параметрами 1 к 1. Но уравнение с параметром… Давайте рассмотрим наше предыдущее уравнение, которое мы с вами только что решали. И превратим его в уравнение с параметром. Вы видите разницу. А параметр – это у нас вот эта буковка А. Итак, мы можем, проще говоря, сказать, уравнение с параметрами – это когда в коэффициентах появляются буквы. Или же уравнение с параметрами – это когда в уравнении, помимо той неизвестной, которая у нас уже была, неизвестной переменной х, появляется еще одна величина, которая будет меняться, принимать некоторые значения из некоторой области. Теперь научимся решать это параметрическое уравнение, проводя параллель между обычным линейным уравнением. Мы, решая это уравнение, собирали переменные слева, а числа справа. У нас получилось в следующем шаге 3х равен 12. То же самое проделаем с нашим параметрическим уравнением. Минус х закинем сюда со знаком плюс х в левую сторону равенства, а минус 5 со знаком плюс 5 в правую сторону. И что получится? А получится вот что. Ну вы, наверное, задумались. Тут у нас х стоят в двух местах по сравнению с тем, что было до этого. Ну конечно. А для того, чтобы оказался один х, здесь мы х должны вытащить за скобки как одинаковый множитель. Второй х, который стоит отдельно, мы его можем записать как х, умноженное на единицу. Так как х умноженное на 1, это тоже самое х. А теперь, смотрите, вот эти умноженные х мы можем забрать за общие скобки. И внутри скобок у нас останется 2а плюс 1. И этот шаг, он аналогичен с этим. Почему вы скажете, тут же тройка стоит, коэффициент перед х, а здесь х, затем скобочка. Нет проблем. Мы можем заменить эти множители местами. И у нас получится вот что. Вы должны самое главное понимать, что вот это выражение 2а плюс 1, это то же самое число, например, как эта тройка. И мы сделаем то же самое в следующем шаге, что делали вот здесь. Здесь мы 12 делили на 3. И у нас получился х равен 4. То же самое мы сделаем. 12 разделим на этот коэффициент. Только покажем это дробью. Вот что у нас получается. Теперь берем наше уравнение, которое мы только что решили, и добавим вот такое условие. Новое задание к этому уравнению. При каком а уравнение не имеет ни одного решения? Что значит уравнение не имеет ни одного решения? Не получится у нас х. Посмотрите, чему равен наш х. Х равен этой дроби. И нам нужно, чтобы уравнение не имело решения. То есть, чтобы у этой дроби не было значения. А мы помним с пятого класса, что у дроби не будет значения, если его знаменатель равен нулю. Так как число на ноль делить нельзя. Значит, я должен выписать этот знаменатель и написать, что он не должен быть равен нулю. И в следующем шаге решить это неравенство, как мы с вами решаем обычные линейные уравнения. То есть, плюс один, закинем вправо со знаком минус один, получим вот этот вот шаг. И разделим на два, получим а не должно быть равно минус одной второй. Что случится, если а будет равно минус одной второй? Если мы поставим вот сюда, вместо а, минус одну вторую и умножим на двойку, у нас получится минус единица. Вот в этом месте. А минус один плюс один будет равно нулю. А число на ноль делить нельзя. И поэтому не получится значение х. Вот при таком значении а у нашего уравнения не будет ни одного решения. Я хочу добавить, что параметрические уравнения, в отличие с обычными уравнениями, имеют вот такие вот дополнительные условия или задания. Решив задание с этим условием, мы можем рассмотреть противоположные к нему условия. Здесь было, при каком а уравнении не имеет ни одного решения. А тут мы скажем, при каком а уравнении имеет вообще решение. То есть, чтобы иксы получались. Но если уравнение не имеет решения только при одном случае, когда а равно минус одной второй, уравнения нет решения. Значит, уравнение имеет решение, когда а отличается от этого числа. То есть, любые числа, не равные минус одной второй, дают нам решение этого уравнения. То есть, все, что слева от минус одной второй и справа от минус одной второй. Математически это пишется, конечно же, вот так. Возьмем теперь это же наше уравнение и выполним вот такое задание. При каком а наше уравнение имеет положительные решения? Что означает положительные решения? Это решение со знаком плюс. То есть, мы хотим получить иксы, которые будут с плюсом или которые будут больше, чем ноль. Значит, я должен взять это решение, написать больше, чем ноль и решить вот такое вот неравенство. А как решить такое неравенство, вы скажете? Ну, еще раз отметим. Мы же хотим, чтобы эта дробь получалась со знаком плюс, верно? А дробь получилась со знаком плюс. Смотрите на числитель. В числителе уже стоит положительное число. 12 со знаком плюс. Значит, чтобы дробь имела в итоге знак плюс, и знаменатель должен получиться со знаком плюс. То есть, я должен выписать весь знаменатель и написать, что он должен быть больше нуля. Ну, а это неравенство мы с вами решим опять-таки, как решали до этого линейное уравнение. Числа вправо. Плюс один перед с знаком минус один и разделим на два. Получается, а должно быть больше, чем минус одна вторая. Для того, чтобы все решения нашего уравнения получались положительными. Или со знаком плюс. А теперь мы с вами рассмотрим другое параметрическое уравнение, которое нужно решить вот с этим условием. При каких а уравнение имеет ровно один корень. Посмотрите внимательно на это параметрическое уравнение. Параметрическое, потому что здесь стоит параметр а в двух местах. А если закрыть эти а, мы увидим то уравнение, которое называется показательным. И мы решали в предыдущих четвертях с вами такие уравнения. Как вы видите, здесь у нас 3 в степени х, а в самом начале тоже 3 в степени х, только вот тут есть вот такой вот квадрат. То есть это можно сказать то же самое, что это 3 в степени х, и еще все это в квадрате. А что это вам напоминает? Это напоминает квадратичное уравнение. Когда мы можем 3 в степени х заменить на новую переменную, скажем, на b. А 3 в степени х в квадрате, это будет b в квадрате. И наше уравнение примет вот такой вот вид. И условие от нас требует, чтобы у нас был ровно 1 корень. А когда у квадратичных уравнений получается ровно 1 корень? Конечно же, когда дискриминант равен 0. А что такое дискриминант? Дискриминант это коэффициент при b в первой степени возводится в квадрат и вычитается 4 умноженное на коэффициент перед b в квадрате умноженное на свободный член. И у нас получается вот такое вот выражение. Теперь мы должны решить с вами это уравнение. И его решение будет ответом нашего задания. Раскроем скобочки а плюс 2 в квадрате. Получаем а квадрат плюс 4а плюс 4. Минус 4 умножится на эти скобочки. Заметьте, знак минус поменяет все внутренние знаки. В итоге получится минус 8а минус 4. А теперь плюс 4 с минус 4 взаимно уничтожаются. И плюс 4а вместе с минус 8а нам дают а квадрате минус 4а. Что сделаем дальше? Мы видим одинаковые умножители а. Опять выведем их за скобки. И у нас получается а умножить на а минус 4 равен нулю. И такое произведение будет равно нулю тогда, когда один, либо оба из этих сомножителей будут равны нулю. Я по отдельности буду приравнивать к нулю каждый из этих сомножителей. И у меня получается вот такие два числа. 0 и 4, которые мы должны поставить вместо а, чтобы у нашего параметрического уравнения получилось ровно одно решение. Вы, конечно, можете поставить вместо а 0 отдельно и решить уравнение, и убедиться в том, что действительно получится ровно один корень. То же самое сделать с четверкой. Желаю вам полезных знаний. До свидания.